Если больше я хотел сосредоточиться на том, как тут в интернете и в соцсетях освещают эту проблему. Но вдруг оказался такой момент, что у нас резко обвалился ларик, был 72-75, и это нашло отражение уже в соцсетях. Они оперативно работают, и вокруг этого разбирался вопрос, повлияли санкции на курс или это иные причины. Вот недалее, как позавчера, вышел на ресурсе «Вестник Кавказа» материал Георгия Халатозишвили, и где указывается, что падение курса лари вызвано уменьшением потока денежных переводов из России в Грузию. Не будет ни для кого откровением, что большое число граждан Грузии и этнических грузин, которые живут в России, по различным версиям составляют около миллиарда долларов в год. То есть, по мнению автора, грузины «Жучие в России» начали получать сейчас меньше денег, поскольку инфляция в долларовых рублях получает ту же сумму, но в долларах это гораздо меньше. Присылают меньше, следовательно, недостаток до долларовой массы произошел, поэтому доллар увеличился в цене. Блогер Сухуми, это самый топовый блогер в Грузии, Сухуми Георгий Чахая, опубликовал свой материал у себя на ресурсе, где указал на три основные причины падения лари. Первая, по его мнению, безусловно, это уменьшение переводов из России, как и у Калатозиши. Вторая, укрепление доллара по отношению к другим валютам. То есть, то, что реально существует, то, что доллар укрепляется по отношению к евро и по отношению ко всем валютам, это он тоже отмечает. И третья, третья, это он отмечает, я просто процитировал. Ну и без тупой экономической политики в Грузии, точнее, ее полного отсутствия, не обошлось, чего стоит введение визового режима для многих стран, а также ограничение визового режима на 90 дней для граждан Евросоюза. Многие иностранцы из-за этого покинули Грузию, а также сократилось количество туристов. Не только количество туристов сократилось, сократилось количество желающих открывать в Грузии свой бизнес. Потому что, извините, я приезжаю, вкладываю деньги, у меня только 90 дней, за это время дадут мне гражданство, не дадут, большой вопрос. А если не дадут, то три месяца, что это будет делать. Люди выезжают, конечно, это негативно сказалось на экономике. Ну, еще там, конечно, были другие феномены, например, провальная политика правительства Грузии в отношении здравоохранения. То, что в прошлом году ввели государственное бесплатное страхование для всех граждан, это фактически убило страховой бизнес. Если раньше правительство давало ваучеры, по которым малоимущие люди страховались в той или иной компании, и компании получали деньги, а не на низкую заказку услугу, то сейчас получают деньги только врачи. И, собственно, они аккумулируются в страховом фонде государственного. То есть, в экономику эти деньги не идут. Это повлекло за собой то, что 80% клиник потеряли своих хозяев. Хозяев открутились, 80% клиник скупила одна компания, монополист. Это предвидели страховщики. В прошлом году они отказались сюда вкладывать более 10 миллионов долларов. То есть, вот такие крупные проекты сокращаются, и поэтому ухудшается, собственно, грузинская экономия. Это сказалось и на собираемости налогов в принципе. Ну, давайте так проанализируем, насколько реально Грузия зависит от переводов. К той же статье Галатозий Швили, который первый кинул идею, что именно из-за денежных переводов снизился курс лаги. То есть, санкции ударены непосредственно по России и посоветованы по Грузии. Он пишет, в октябре 2014 года в Грузию из-за рубежа перечислено 123 миллиона долларов, что на 8 миллионов меньше, чем за аналогичный период 2012 года. По его же словам, это меньше на 6,5%. Теперь, внутриваловый продукт Грузии годовой 26 миллиардов долларов за первое полугодие 2014 года. То есть, можно показать, что 26 миллиардов. В любом случае, переводы из России составляют не более 5% от ГВП Грузии. И от этих 5% Грузия за эти месяцы считалась 6%. Извините, 6% не могут так обвалить курс лаги. Многие эксперты утверждают, что на самом деле тот факт, что правительство Грузии пыталось монетаристскими способами вернуть, поддержать доллар и запустить лари, чтобы собрать налоги, которые не могли собраться. Страна стояла перед угрозой дефицита бюджетного. Но запустили новые лари. В итоге лари отнесценился. Теперь, конечно, как говорит Путин, лари подорожал, бюджет увеличился. То есть, да, бюджет-то выполнят, но это уже будут не дела. Это не будет полноценная валюта. Долларом отношения бюджет провалился. И интересно то, что когда эти материалы обсуждались в инете, то есть у Сухуми на странице, кто так переопубликовал Калатузишвили, уровень напряженности был достаточно низкий. Не было таких злобных баталий, как это обычно бывает между блогерами пророссийскими и прозападными. Все шло достаточно в таком ключе корректно. И, кстати, у Сухуми, я обратил внимание, не было нескольких троллей, которые скрывают свои имена. Твои из них из России, двое из Грузии. Они не включились в эту полемику. Почему, не знаю. У меня просто смутное предположение, что тролли думают мало. Они не могут просто оценить, что где происходит. Предпочитают не вмешиваться. Они думают, что, чтобы свою глупость не выставлять, они там не светились. Но, на самом деле, если брать всю эту историю с санкциями, тролли, конечно, отличились. Не буду назвать тролли. Не все тролли. Были довольно жесткие дискуссии. Например, если говорить о том, как Кремль пытался в соцсетях негулировать информацию о влиянии санкций, то следует иметь сразу несколько трудностей. Во-первых, стоит сразу сказать, что санкции сами по себе занимают мало места в форумах. Потому что тема специфическая. Требует элементарных экономических знаний. В сети Фейсбук публика резко разделилась на две категории. Те, кто категорически не принимает политику Кремля в отношении Украины, и те, кто поддерживает нынешний Кремль и его действия против Украины. То есть Украина стала таким мощным катализатором. Если до Украины еще можно было как-то говорить, то теперь чей Крым – это вопрос на засыпку. После этого или друг, или враг. Те блогеры, которые являются лидерами мнения среди пропутинских сил, только изредка пытаются вводить на территорию своих оппонентов. То есть форумы, которые организованы западниками или их блогерами. Реакция на попытку оправдать действия Кремля, упрекнуть Запад или обвинить украинские власти встречает очень эмоциональный отпор среди прозападно-ориентированных юзеров. То есть бан – это еще хорошо. Бан – это еще лайт вариант, потому что обычно еще и ругательства идут, и попытки назначить разбор. Такс. В неидешней Фейсбуке возникали конфликты, которые доходили до откровенных откреплений, и чаще всего конфликты их заканчивались взаимными плакет ловкой. Причем следует отметить, что пользователи грузин, прозападно-ориентированные юзеры отправляют бан намного чаще, чем русскоязычных пользователей. То есть, когда выясняете, что грузин, то едва он откроет рот против, его сразу не падают. Потому что тут западники уверены, что после ситуации с Абхазией, с Южной Осетией никаких нет у вас возможностей оправдывать действия России в Крыму. С русскими еще пытаются как-то спорить, как-то переубедить. То есть не все потеряно. Очень редко это удается, но иногда все-таки удается. И еще грузинские юзеры. Они же мне с неба сварились. Страна маленькая, все друг друга знают. Если выступает против Украины, то, скорее всего, человек уже засветился как политический оппонент. То есть когда-то давно уже были, особенно в 2012 году, скорее всего, были портали. Его знают и блокируют. Неприкоснаемы. Такс. Так что любое общение между западниками и сторонниками России на грузинском языке начинается с моментального вспоминания Старых Алипий. Еще очень интересно, что очень агрессивны те юзеры, которые пишут на грузинском языке, но живут в России. Вот это просто действительно редкостные экземпляры, которые пишут на грузинском, но такое ощущение, что это какой-то Дугин, Дугин пишет или Демушкин. Настолько порой они даже ненавидят Грузию. Жириновский? Ну, Жириновский, да, но там есть... Жириновский еще может пойти на какой-то фиолог. Это из области военных основных проблем. Я оставлю. Особый пункт в общении с такими под... Да, еще юзеры, юзеры, которые... русскоязычные юзеры, которые позиционируют себя как русские. Это особый тип таких пользователей соцсетей. Чаще всего они вступают в такой интересный диалог интеллектуально. Они интеллектуально подкованы. Очень часто говорят, что у них или родственники грузины, или они жили в Патуме, или в Горе, то есть они бы их выход за сюда или какие-то связи имели. Вот с ними очень трудно спорить, потому что, когда говоришь о санкциях, то приходится ссылаться на Белковского, на Михаила Касьянова, на Немцова. Но каждую из этих фигур оппоненты западников, русскоязычные, пытаются скомпрометировать. Например, по поводу Касьянова предъявляют два обвинения. Первое – это история 1998 года, когда МВФ выделил России 4,8 млрд долларов для стабилизации экономики. Эти деньги были переведены, якобы, в National Republic Bank США. И уже оттуда Михаил Касьянов, будучи министром финансов России, перераспределял деньги на данные счета в Швейцарии и офшорных зонах. Якобы он перевел своим вторым первым друзьям. На самом деле, эта история была полностью рассветована в 2004 году. Тогда новая газета опубликовала этот материал первый. После чего предшественник Касьянова, Михаил Задорнов, подал суд. Он попадал в суд, оправдали его, оправдали Касьянова. Более того, как выяснилось, никакой National Republic Bank не фигурировал. Деньги пошли из США прямо на Центробанк России. Тем не менее, про этот молчок своему вставляют вину, что он якобы украл почти 5 миллиардов. Второй момент – это прозвище «2%». В 1996 году Касьянов договаривался о «2%». Сейчас говорят «5%». И поэтому говорят, что Касьянов по своему стимуе травоенный. То есть хищники и те, кто по 5. у кого государство занимало или просило провести работы, имело государство перед этими субъектами экономической задолженности, якобы им Касьянов предлагал «я вам эти деньги верну из казны, но у меня отказ 2%». На самом деле, сколько я не шерстил? Первый источник – это статья Олега Лурье, в котором он ссылается на неназванного респондента в США. Касьянов, правда, это никак не комментирует. А, нет, единственный прокомментирует, он сказал, что это все ложь. В США якобы какой-то сотрудник, который работал… Который живет на Лубянке. Может быть. Я вас это так хорошо не знаю. То есть, реально, два мифа, которым, собственно, и Гроберт пытается гробить Касьянова, как одного из лидеров мнения в России. Ну, насчет Бориса Немцова. Немцов во всей этой истории, сначала санкции, он практически не оказался… Он тот, кто вывел формулу изменения падения рубля. То есть, когда Россия исходила из того, что бюджет наполняется из расчета, один баррель нефти стоит 100 долларов. Тогда это было 3260, если не ошибаюсь, рублей. И он тогда сказал, что Россия при любом расплате будет пытаться снять с барреля 3260 рублей. В принципе, Россия это делает. Падает рубль, 65 стоит баррель нефти, но в рублевом эквиваленте сумма получается 3260, ибо рубль упал. Эта формула работает, как часы. Немцову понятно, что ему вставляют. Развал в российской экономике, черный вторник. И, собственно, пытаются его обвинить в том, что он полностью купленный Западом за печенье. Такой уже известный мем. И дружили с Дириторгомазом. С Дириторгомазом вообще отвратительный тип, он собирался в Украине русских обучать, что такое Конституция России. Представляете, он Конституцией захотелось янам. Это же экстремизм. Потому что он отец в университете. Тем не менее, если возвращаться к санкциям, то в грузинской благосфере первую волну санкций восприняли, как свидетельство о политической воле Запада. Особых порталях на форумах я лично не заметил, сколько не опрашивал своих знакомых юзеров. Единственное, о чем говорили, опять-таки западники упрекали Запад за то, что санкции слишком мягкие. Единственное, что все были немножко шокированы, как сказалась вторая волна, когда Россия ответила конкурсом санкциями. Тогда все были в шоке. Как бы мягко не играл Запад, но Россия против себя сыграла намного жестче. Так, ну, в принципе, реальное общественное мнение о грузинской области... Одна минута. Да? А обусловлено глобальным падением цены на нефть. Но, правда, не забывают указать, что надо скомпенсировать это падение. У России теперь нет ресурсов. Никто и не дает ей деньги только. А это уже прямые результаты санкций Запада. Вот. Ну, кроме того, интересно то, что все ссылаются на то, что Россия может жить сколько угодно при санкциях. Как пример, Куба и Северная Корея. Но при этом никто никогда не говорит, что на Кубе лета 365 дней в году. В России очень суровая зима, очень суровая зима. Когда говорят про Северную Корею, забывают, что в разы больше населения в России. И кроме того, что Россия, Япония, Китай каждый год дают гуманитарную помощь в виде риса корейцев. И только недавно, наверное, все видели ролик с BBC, как реально живут в Южной Кореи. Вот я слишком сомневаюсь, что россияне смогут жить как в Северной Корее. Как в Кубе они жить не смогут. И еще один вопрос. За Кубой и Кореей стоя за Россией, а за Россией... За Россией. Земля Бога. Спасибо, спасибо. Есть вопросы? У меня один маленький комментарий насчет этого самого. Ну, зря я, в общем, благосердить сейчас не комментирую. Насчет падения курса лари. Все думают, что это от чего-то зависит от внешних факторов. Это просто вот есть вот. Количество валютных резервов и количество наличных лари выпущено. Оно не зависит от того, что пришли и деньги не пришли. Столько вот резервов, вот столько и должно быть лари. Если резервы малы, а лари много, значит курс падает. Если резервы большие, а лари мало, значит курс падает. Если резервы уменьшились, значит, должна была масса уменьшиться. И второе. Из-за чего увеличилась эта масса? Потому что действительно из-за идиотской экономической политики. Если это правительство не смогло выполнить примерно 10% бюджета дополнительно налегло на декабрьский месяц. И они должны это потратить в течение декабря 10% от всего годового бюджета. И все эти лари вышли на рынок. В этот момент резервы, естественно, еще дополнительно упали примерно на 200 миллионов. По сравнению с тем, чтобы в августе как-то еще немного пополнились, но сейчас все. И другого варианта у этого лари, чем упасть до конца. Ну нет. Потому что поддержать Центробанк не будет, потому что он не дурак. Резервы на следующий год ему надо платить за кредит. И это должен быть резерв в постоянном режиме. Просто лежать, чтобы на следующий год им надо было. Вот и все. Значит, с этой частью. И остальное все от лукавого, если так говорится. Больше ничего. Это только Центробанк и Министерство финансовое. Вопрос о падении до конца. Где конец? Ну, просто можно пересчитать. Ну, два проема. Ну, судя по всему, два проема. Я извиняюсь, извиняюсь. Из той же оперы нефть ниже 100 долларов не упала. Да, вот еще вторая часть, значит, по нефти. Это тоже действительно не от России. Зависит от того, что Саудовская Аравия и остальные страны, как в свое время говорили, значит, они уже в принципе снижают цены из-за того, что уже наступает другая эра. Под названием «Аклинативные источники энергии». Им надо просто вот тот запас нефти, который ехте, максимально быстро монетизировать. И он, судя по всему, наступит в ближайшие 5-10 лет. Ну, просто можете посмотреть, наверное, на Москву, в Америке, в которой электромобиль уже и сделан невозможно. Спасибо. Значит, кофе-то у нас бывает. Поэтому, если у кого-то есть существенный вопрос, это последний вопрос. Просто подсон завещал, потому что люди убьют в стволе, я вижу уже, людей мало осталось. Нет, надо все научать как раз. У меня никого не осталось. Пожалуйста. У меня три таких коротких вопроса. Опять про обесценивание Лари. В интернет-пространстве не обсуждают, вот вы перечислили несколько причин, которые обсуждают, да? Это и падение цены, это и санкции, это и с экономикой, связанной с политикой власти. Они обсуждают вот инфляцию Лари с выводом валюты из республики. Например, российские банки здесь тоже функционируют, они скупают валюты и вывозят. Такого нет. Я сразу скажу жене, я не встречу. Витеби. 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 Витеби размыты. Они уже практически не российские, если честно. Или витеби. Это уже не российские. Витеби. 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 Продолжение следует...